Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас жених и три невесты. Королева красоты Алена, еще одна мисс, будущая звезда Катрин и балерина с пятиобразованиями Елена. Мы отмечаем Дни Франции в России. Жених у нас настоящий француз. Его зовут Эрик. Давайте посмотрим. Эрик, 27 лет. Любовь всегда разбивала ему сердце. Одна невеста изменила, вторая отказалась ехать с ним в другую страну. Эрик – менеджер по продаже летательных аппаратов крупной производственной компании. Мечтает жить в Африке, открыть французский ресторан и пляжный бар. Эрику не нравятся самодовольные и неухоженные девушки. Его будущая жена должна быть неревнивой и зажигательной. Только такую он возьмет с собой на край света. Давайте встретим Арика. Мы ждем вас. Здравствуйте. Да, пожалуйста, проходите. Я Рик. Здравствуйте. Да, наверное, да. Это не яблоко такой жених. Я знаю, что вы наполовину русский, да? Да. У вас мама русская? Ну, папа. Папа русский. Как интересно. Расскажите, как он там во Франции оказался? Он был доктором на корабле. И он путешествовал во всем мире. И корабль попал во Франции. И там познакомил с моей мамой. Но вы плохо знаете русский язык. Почему? Отец русский. Не стыдно, нет? Не знаю, потому что я... Только потому что папа... А фамилия ваша русская или адаптированная на французский манер? Чуть-чуть адаптированная. Как вариант, можно говорить и на английском. Я знаю, что у вас было две больших любови, и они обе вам разбили сердце. Расскажите. Ну да. Первая, когда я был 18 лет, первая любовь. Мы были вместе полтора года. И все было чуть-чуть нормально. Я был очень... Меня очень нравится. Ну, она меня... Изменила? Изменила. Почему? Ну вот, она хотела другую историю. Другой человек, который был очень... Как сказать... У него было много денег. Как... Ой, одна и та же история, что во Франции, что в России. А ты говоришь русские женщины меркантильные. Меркантильные. Да, да и француженки тоже меркантильные. Американки и папуаски. Все рыбы ищут, где глубже человек, где лучше. Это ж нормально. Может, богато начну, не богато. И долго вы ходили с разбитым сердцем? Да. Долго? Ну сколько? Месяца два? Год. Год, да. И что, никого-никого не было за этот год? Нет. Ничего серьезного. А вторая у вас большая любовь появилась? Она была моя соседа. Мы жили рядом. И мы решили, что мы будем жить вместе сразу. Так, два года. Это была в Ниссу, на юг, в Франции. Я знаю, что она не захотела с вами поехать в Киев, когда вам предложили выгодный контракт. Да. Она хотела жить в Ирландии. Да, в Ирландии или Париж. А вы не хотели жить в Ирландии? Нет. Я хотел путешествовать. В общем, она за вами не поехала? Да. Нет, я думаю, что когда девушка любит своего мужчину, она поедет за ним, да. Там, где и холодно, и жарко. Главное, чтобы быть с ним, да. Ерик, 14 июля во Франции большой национальный праздник, день взятия Бастилии. Да. А вы знаете, что отмечает его не только у вас, у нас тоже. И вообще мы очень знаем о Франции много, и любим французов, и даже праздник ваш отмечаем. И вообще у нас с вашей страной всегда были хорошие отношения. И, между прочим, вы не помните, но вот во времена молодости вашего папы доступ в западный мир – это французское кино. Когда они показывали ни американское, ни другое западное. Поэтому мы знаем всех ваших звезд французских. Поэтому мы очень любим вашу страну. Спасибо. Ну, так как у вас отмечают 14 июля? Родители. И мы будем, как здесь, приготовить шашлыки. Да? Да, у нас есть тоже шашлыки. Да, знаю я. Вкусные шашлыки. Одним праздником будет больше. День взятия Бастилии будет нашим праздником. Эрик, сколько лет вы в России живете? Уже два года. И вам показалось, что вы уже хорошо изучили нрав русских женщин, да? Да. Были романы? Да, были. Но... Ну, кроме того, что русские женщины очень красивые, что еще нравится русских женщин? Я люблю русские женщины, потому что они красивые. Красивые. Они очень... У них много энергии. Вообще, Эрик, вы понимаете, уже взрослый мальчик, что в браке важно все. Ну, вплоть до пристрастия в еды. Ваша мама хорошо готовит? Да, конечно. Ну, француженки, да, знают толк в еде, так же, как и французы. А русскую кухню полюбили? Да, я люблю борщ, пельмени, но это очень жир. Ну, жирнее, чем французские блюда. Просто в мире нет ничего, поэтому вы по поводу жирного-то. А вообще, ваше любимое блюдо какое? Вы же хотите французский ресторан? Я просто разбираюсь в французской кухне. Что любите? На французские кухни? Да. Это интересный вопрос. Если я вам скажу так, может быть, вы не знаете, как киш, бронкетт-де-воу, гротан-де-финоа, рыба, все рыбы. А вы будете настаивать на том, что ваша будущая жена закончила кулинарные курсы, например, или мама научит? Или это совершенно не обязательно? Нет, я буду ее учить. С едой разберешься. Ты готовишь хорошо русскую кухню. Мама у него хорошо готовит. Будет ли к маме в гости? А что вам не нравится в русских женщинах? Как вы сказали раньше, я не люблю, когда они малькантиль. И когда она думает, что она принцесса, и все нормально. Да, только потому что у нее в паспорте стоит пол женский, да? Да, мне тоже это не нравится. А вы считаете, что француженки более самостоятельные женщины, чем русские? Да. Да? А вот по поводу брачного контракта, вообще, вот я за брачный контракт, а вы? Вот потому что порядок. Вы будете брачный контракт с русской женой заключать? Если это, если надо, да. А вам надо? Нет. Ой, я, кстати, против брачных контрактов. Мне кажется, что вот здесь о чувствах даже не стоит говорить, когда люди там подписывают какую-то уже собственность. Как любите отдыхать? На море. У вас есть яхта на море? Яхта пока нет, может быть, потом. Ну, замечательно. На что обратить внимание? Я, на самом деле, сама хотела бы задать вопрос, почему всё-таки русская жена? Как мне видится, выходя замуж или женясь на человеке другой расы, веры, национальности... Ну, какая раз он русский наполовину? Ну, по виду, да. Не папа русский. Я понимаю, да, но по виду, вот, на самом деле, действительно, у вас русское лицо. И я думаю, что ваш папа пал жертвой моды на француженок. Потому что Высоцкий, Марина, Влади, мне кажется, что это было модно, когда жена француженка. Вы сами, насколько готовы мириться с культурными пристрастиями жены, например? С тем, что она свою Россию возьмёт с собой во Францию? Ну, свои привычки какие-то, свои обычаи. Мы можем начинать здесь, и потом думаю, что для детей жить на юге Франции, на природу, это хорошо. Для детей в Москве это чуть-чуть... А традиции будете соблюдать? Ну, понятно, день взятия Бастилии во Франции. Ну, вот в Вашей семье, где папа русский, Вы как отмечаете, допустим, Новый год или Рождество? Как? Нет, Новый год как во Франции, и Рождество тоже. То есть папа свою Россию не привёз во Францию? Никак, нет, чуть-чуть икра, водка. Жалко, что папа в семью немного русского принёс. Да, но мы это исправим. Должна Ваша девушка знать французский язык? Нет, но будет лучше. Конечно. Ну, конечно. Ну, как лучше, когда у тебя два банана в ушах, или всё-таки, когда этих нет бананов в ушах? Нет, Марис, это понятно. Ну, например, сам Эрик не поспешил выучить русский язык. А где? Ну, он всё понимает. Ну, а девушке будет зависеть. Как она будет жить? Слепо, глухо, немой, или всё-таки нормально? Ну, я хотела только узнать, как бы он предпочёл. Для кого-то это было бы совершенно неважно. Ну, как мне видится. А как она будет ходить в магазин, в парикмахерство? Ой, моя бабушка прожила в Москве более 40 лет. Говорила только по-татарски. Принципиально. Всё понимала, но говорила только по-татарски. Какая ужасная бабушка у тебя была. Почему? Наоборот, кладец мудрости. Так и жила бы у себя в Казани тогда. Вот сюда приехать и просить. А я вот не буду на вашем. Приехал в Россию, живи по законам, которые в России испокон века. Отчего это? Не, я против. Мне тоже кажется, что это очень интересное. Я абсолютно уверена, что вы ещё, пока у вас есть контракт по работе, поживёте в России, повстречаетесь с русскими девушками. Женитесь же вы, конечно, на француженке лет через пять. Зачем вам так рано жениться? Поэтому я думаю, что вы и не собираетесь, нет у вас такой задачи жениться. Так что присмотритесь, пообщайтесь. А женитесь на француженке? Вот я просто это чувствую. Я бы обратила внимание на другой, Ларис. Вот Эрик сидит такой спокойный, выдержанный. А на самом деле человек вспыльчивого характера. Не всегда умеете себя держать в руках. И поэтому я бы вам пожелала терпения в общении с девушками. Ну и им терпение тоже выносить ваш непростой характер. Мне кажется, просто ему сложно воспринимать такую быструю речную, слишком много информации. Ну хорошо. Идите знакомиться с первой невестой. Пожалуйста, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Эрик. Меня зовут Алена. И я думаю, что это знакомство – начало новой и большой дружбы. Спасибо. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ У нее славянская внешность приятная. Он более зажигательный. А кто пришел поддержать? Со мной пришли мои подруги Олеся и Елена. Давайте посмотрим на экран. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Алена, 28 лет. Победительница череповецкого конкурса красоты. В Москве работает юристом. Мечтает стать большим начальником. После развода с нелюбимым мужем Алена потеряла голову от новых чувств. Но, как она ни старалась, с возлюбленным ужиться не смогла. Надеется, что с Эриком у нее будет полное взаимопонимание. Вы были замужем, да? Да, я была замужем полтора года. Но мы не смогли вместе жить, точнее, дальше жить, потому что я человек с активной жизненной позицией. Мне интересно что-то создавать, делать, участвовать в различных конкурсах на тот момент. А его больше интересовала семья, дом, работа. То есть такая очень размеренная. Это же правильно. Для этого и женится. Я понимаю. Он детей, наверное, хотел. Он хотел детей, а мне было в тот момент интересно заняться какой-то очень личной жизнью. А зачем замуж-то выходила тогда? Ну и погуляла бы еще. Да мне казалось, что я во всем состоялась. И замуж – это последний шаг. Непоследовательная девочка. Непонятно, зачем она замуж сходила. Я, в общем-то, выбрала из всех претендентов, которые были, самого достойного. Вышла за него замуж. Но я очень благодарна этому человеку, что он был со мной. И он научил меня очень, я бы сказала, важному моменту жизни – это философскому отношению. То есть после того, как мы с ним разошлись, я другими глазами посмотрела на жизнь, на мужчин в целом. Он вас ревновал, а вы провоцировали? Он меня не ревновал, а я его провоцировала. Мне нужно, чтобы он стукнул кулаком. А что там за историей с СМС-кой вы поздравляли какого-то своего однокурсника? Нет, мой один знакомый прислал мне сообщение о том, что поздравляю с годовщиной. Но не уточнился, какой. Просто годовщина определенной встречи. А он, видимо, трактовал это как некая третья сторона. Поэтому я не стала ничего доказывать. А что за годовщина? Это какой-то Вася или какая-нибудь Люся пришлет моему мужу с годовщиной? Да я выем просто, выгрызу душу ему. Нет, ну можно было бы просто спросить. Ну ты как что? Вот я спрашиваю, что это за годовщина-то была? А мы просто были знакомы, мы очень хорошие друзья. И что, с друзьями вы годовщину отмечаете? Нет, это был вообще единственный раз, когда он мне поздравил с какой-то годовщиной. Ну ладно, будет вам. Такое ощущение, что это была далеко не первая СМС-ка. Наверное, у нее был какой-то роман на стороне. Послушайте, ну из-за этой СМС-ки что, прямо развелись из-за этого? Да нет, просто у нас были разные жизненные позиции. Мне хотелось более активного человека. Вам хотелось еще тусить по молодости, а ему хотелось детей и жить нормальной семьей. Ну возможно, да. А потом у вас были романы с женатыми мужчинами? Да, к сожалению, был. А что, это по молодости не было сострадания к тетенькам-то? Я считаю, что каждый человек ответственен за свои поступки. Если женщина не может найти общение с своим мужем, то почему я должна переживать за нее? Ой, смотрите, Алена, все то, что вы сейчас сказали, не вернулось бы к вам лет через 20. Нет, нет. Все очень по-разному. Знаете, женатый мужчина – легкая добыча для молодой девочки. Потому что приедается все. Семейная усталость. Понимаете? Поэтому, если молодая девушка слишком активна, то мужчина, как правило, идет на поводу этих чувств. Я бы назвала эти романы достаточно временными. Потому что мужчины в тот момент были для меня источником вдохновения. А мне это было необходимо для творчества. Ну, я тогда пела, танцевала, участвовала в разных конкурсах. Спансировали, что ли? Нет, а именно общение с ними приносило мне какое-то… Я загоралась. И мне хотелось что-то делать и творить. А если бы они ушли из семьи, вы бы вышли замуж в первом и втором случае? Ну, вообще мы это не обсуждали, и эти романы были очень короткими. Как-то не очень красиво, а с ней могли точно так же поступить. Уверенная, красивая девочка романы с женатыми мужчинами. Ну, вот смотрите, сидит перед вами Эрик из Франции. А вы готовы все бросить, например, и через какое-то время переселиться на юг Франции? Да. Потому что я смелый человек, и когда… Учиться любите? Да. То есть с удовольствием освоите новую кухню, новый образ жизни? Я с удовольствием. Вы представляете, что вы приедете, и все по-другому? Вы вообще были во Франции когда-нибудь? Нет, но всегда хотела. У меня, кстати, кота зовут Жан. Да? Кота возьмите с собой. Мы кота возьмем с собой. Двух. Ну да. Я просто хочу вам сказать, для того, чтобы начать жизнь в 28 лет или в 29, как у вас получится, в новой стране, нужен бойцовский характер. Понимаете, да? Да, я всегда была лучшей во всем. В школе, в институте. Язык знаете французский? Нет, ну я учила. Я умею считать по-французски до 10. А английский язык знаете? Английский учу сейчас. Ну просто у меня не было особой необходимости учить язык. Вы понимаете, что в 28 лет вообще начинать это уже сложновато, нет? Нет, не страшно. А на английский еще вот не знаю. Здесь у нас есть преимущество с моим высшим образованием. Что примете от мужа? И будете считать, что это само собой разумеющееся, это его обязанность? В смысле, что принимать? Ну... Что вы должны получать от мужчины? Да, хорошо, что должны получать. А, в первую очередь, я должна получать поддержку, вот такую вот моральную. Ну и, наверное, этот человек должен быть не скупой. То есть я... Материальный достаток должен быть. Да, потому что мне бы хотелось заниматься домашним очагом, детьми. И в то же время не... как бы себя не терять. Молодец, что об этом говорите. Вы щедрый человек, щедрый мужчина? Щедрый. Любите делать подарки женщинам? А да, конечно, я очень люблю. Очень я люблю делять сюрпризы. Сюрпризы. Да? А вот и покажите, кстати, сюрприз для Эрика. С удовольствием. Пожалуйста, проходите. Эрик, ты замечательный малый. Во всех делах удалый. Любишь путешествовать, усталости не зная. Свой кругозор усердно расширяя. Вот мой сюрприз. Подушка. На ней вышит твоя подружка. Хотя погодка дождливая, твоя девчонка счастливая. Подарок получай и меня не забывай. Конечно, нет. Это очень милая. Это правильно. Русская девушка. Готовит. Вышивает. Да, хорошая хозяйка. Здорово. Эрик, я сделала эту подушку за два дня и за одну ночь. Готовался другой сюрприз. Но когда увидела твою фотографию, поняла, что тебе не хватает девчонки для полного счастья. Здесь хорошая девочка. Я думаю, две головки здесь как раз вот. Да, как раз поместится. Так что пусть все получится, как хотите. Проходите в свою комнату. Боже, как он мне понравился. Он такой замечательный. Он такой нежный. Он такой приятный. Очень понравился. Он так поддакивал. Мне казалось, что мы с ним вообще сто лет знакомы. Эрик, вам понравилась девушка? Да, конечно. Она очень симпатичная. Она улегается всегда. Она много энергии, как люблю. Да, он почувствовал очень хорошо. Подарок мне тоже очень понравился. Но мне показалось, что для 28 лет просто инфанта. Абсолютно не сориентирована на семью. Не знает, чего хочет. Так разбросана. Даже странно, как тридцатник на носок. Ну, не странно. Представитель знака рыбы. Они всегда, скажем так, несколько плывут в том, что касается постановки конкретных жизненных целей. Но в то же время в таких людях всегда есть от всех знаков зодиака всего по чуть-чуть. И поэтому адаптируются они достаточно легко. Я думаю, что я бы смогла адаптироваться. Мне тоже кажется. Я думаю, было бы все в порядке. Меня немного напрягает такая слишком большая уступчивость. Будешь это делать? Буду. А так тоже буду. Вот когда женщина пытается подстраиваться быстро и уступать, мне больше говорит о том, что ищет выгоду. Но выгоду в своем. Она, конечно, согласна. Не будет сидеть у плиты и так далее. Слишком активно. Вот нет такой практичности сермяжной. Чтобы на ногах стоял. Тем более, это же не в Москве, а едет в другую страну. Послушайте, мальчишка, 27 лет. То, что сейчас сидим мы и нудим ему про ценности 50-летних. У него в одно ухо влетает, только он сейчас уснет просто, понимаешь? Ему мама там, наверное, папа поет. И мы тоже с ним зу-зу-зу-зу-зу-зу. Его другой интересует. А что, откуда его, откуда его интересует? Это же одна красотка с большим дюстом. Конечно, чтобы с ним ездила везде, зажигала. А потом он посмотрит. Ну, рано ему еще. Новое знакомство через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Эрик. И я предлагаю вам познакомиться со второй невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Катрин. Здравствуйте. Я называю Катрин. Я рада вам делать вашу мобильном. Я очень рада вам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, так интересно и красиво, девочка. Такая эффектная очень. Здравствуйте, Катрин. Здравствуйте. А по-русски Катя, так, нет? Да, можно Катя. А с кем вы пришли? Я пришла с вами подругами. Агата и близкая подруга нашей семьи Валерия. Очень приятно. Давайте посмотрим на экран. Катрин, 22 года. Диджей, пишет музыку, в совершенстве владеет английским, знает французский, победила на конкурсе Мисс Туризм, мечтает стать певицей и затмить Патрисию Касс. Все возлюбленные Катрин были из актерской среды и думали о себе больше, чем о ней. Надеется, что галантный Эрик станет ей внимательным и заботливым мужем. У вас есть родственники французы? Он познакомился с моей прабабушкой. Он был ранен, его отправили в госпиталь. У него была очень красивая история, любовь с первого взгляда. Ну, понятно. Вы хотите стать певицей и затмить Патрисию Касс? А уже есть какие-то шажочки к приближению цели? Да, я пою с детства. Сейчас основная моя работа – это диджейство. Это новое направление в клубной культуре. Мне это очень нравится, потому что я могу создавать свое новое. Вот как вертолет сочетается с диджеем? Нет, скрестить вертолет с диджеем. Очень весело. У вас были романы в основном с актерами, с мужчинами? Ну, вот так получалось, да. Нет, первый был актером, а второй был просто в среде кино. То есть он совершенно не актерская деятельность у него была. И они оказались эгоистичными, да, Лизьми? Первый, да. Первый был очень эгоистичный, он хотел больше к себе внимания. Вот. А получалось, я приходила домой и, как бы, говорила, так дорогой, надо мусор вынести. Вот. И ему, как бы, хотелось получать какие-то комплименты. А второй, он больше подходил уже для брака. Вот здесь с этим вопрос, Эрик. Вот домашним хозяйством кто должен заниматься? Вместе муж и жена, или только жена, или только мужчина, или домработница? Вот как вы себе представляете? Кто должен готовить, убирать? Я думаю, мы можем все вместе готовить, убирать. То есть для вас это не принципиально? Я поняла, о чем это. Нет, это не принципиально. Ну, ясно. Ну, и что? Я тоже разделяю эту позицию. Я считаю, что супруги должны вместе, они должны поддерживать друг друга. Грубо говоря, если Эрик будет готовить, я буду, например, мыть посуду. Очень хорошая позиция, когда он согласен тоже вести домашнее хозяйство. Большой плюс, да. Вместе причем. Вот смотрите, Катя, вы хотите певческую карьеру, да, свою развивать? Да. А если на самом взлете, допустим, Эрику предложат выгодное предложение где-нибудь в Бразилии, вы поедете за ним? Потому что вторая девушка, которую любил Эрик, она не согласилась поехать с ним в Киев, и они расстались. Вот кто за кем? Ниточка за иголочкой или наоборот? Мне кажется, что женщина должна ехать за мужчиной, и я, конечно, ценю свою карьеру. Я думаю, мы нашли бы какой-то некий компромисс, но я бы поехала за ним, потому что работу можно найти везде. Ну, если у нее будет карьера, то тогда, мне кажется, ему придется за ней ездить. А сколько жене будет позволено из бюджета брать деньги для того, чтобы хорошо выглядеть? Мы очень дорого стоим. Готовы или сколько? Конечно, готовы. Половина из бюджета? Ну, как она хочет. Как она хочет. Разориться не боитесь? Беснимить. Нет. Какой отчаянный. А у меня вопрос, на самом деле, к вам. Эрик мечтает открыть ресторанчик где-нибудь на берегу теплого моря, мулатки или загорелые девушки в бикини постоянно. Ревновать не будете? Он же не будет работать барменом. А я думаю, что он как раз предполагает, что он с коктейлем стоит, смотрит на девушку. Нет, навряд ли. Потому что дурак у нас в Сан-Цепюке, Маргариту и Пинаколаду им там. Нет, зачем? Он будет приезжать к вечеру или к концу недели, конечно. Ну, не барское это дело, правда? Он же не мечтает работать барменом на берегу моря. Она может делать диджи? Что она? Я могу диджей? Вы мечтает работать будете. Но это в удовольствие быть рядом с любимым. Если он будет делать коктейли, я буду рядом с ним. Еще и немножечко будете петь. Буду много. Конечно. Если он будет стрелять, я буду пули подавать. Стричный вопрос. Можно же не будет? Не будет он ревновать Катерину? Она очень привлекательная. Мало того, что к мужчинам, но еще и к работе ревновать. Ревновать. Я уже испугалась. Я тоже испугалась. Вы хотите, пожалуйста, не согласен? Нет. Нет проблем для меня. Девушка публичная. Да? На виду? Без проблем. Напротив, я люблю. Уедет и не будет публичной. Кто ее там знает? Узнает. Ну, хорошо. Тогда давайте посмотрим на то, что вы приготовили для Эрика. Спасибо. Руководите. Эрик, у меня для тебя два сюрприза. Первый, я решила подарить тебе песню на французском языке, чтобы ты почувствовала себя как дома. Спасибо. Ему явно уже нравится. Он так пританцовывает. Да, да. Ой, какая умница! Браво, браво, браво! Какая умница! Правильный сюрприз приготовила. Порадовала. Мне понравилось. Ну, еще маленький сюрприз. Еще один год же мой. Чтобы наша сегодняшняя встреча запомнилась тебе. Вот такая вот музычка, которую ты сможешь. Спасибо. Спасибо. Девочки, вы просто молодцы. Во Франции два раза. Вам спасибо за поддержку. Да. Ирифри. Все, девчонки, идите в свою комнату. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Катенька. Породистая. Молодая. Причем цепкая. Вот с вами мужиками только так. Что французы, что не французы. И самое главное, вот что, вот умница, знает самый главный закон, как производить впечатление на мужчину. Это как по закону бизнеса. У тебя не будет второго шанса произвести хорошее впечатление. Собралась, сделала то, что надо. Молодец. Что фасад, что внутреннее содержание. Умничка. Понравилось. То, о чем мы говорили. Да, да, да. Ну, женщины огненной стихии, а Катя огненная женщина, производит впечатление всегда, в любой ситуации. И я могу сказать, что не только для сегодняшнего вечера она так старалась выглядеть. В любой ситуации эта девушка вас точно не подведет. Я думаю, что скорее вы будете в ее тени, чем она в вашей. И не факт, что это будет замечательно, например, во Франции. Ну, я думаю, он для меня всегда будет рядышком выглядеть. Я его одену, приукрашу, он будет статный, красивый. Меня очень подкупило то, что она пыталась разговаривать на французском языке. То, что она начала свое общение с вами на французском, пытаясь как-то общаться. Что не только месье же, не манш пассежур прозвучало. Вот фраза, которую все знают по российской литературе, но больше никто ничего не знает. Мне очень понравилось, что она делала шаги вам навстречу. Это такой залог хорошего будущего, мне кажется. Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам, Эрик, пойти познакомиться с третьей невестой. Здравствуйте, Эрик. Привет. Меня зовут Елена. Мне очень приятно с вами познакомиться. Очень приятно. Я думаю, что сегодня нам будет с вами очень интересно. Хорошо. Спасибо. Ну, она такая очень спокойная, домашняя для семьи. Не вкусная. Красивая. Сейчас еще историю будет. Красивая. Красивая все, конечно. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте. Кто эти милые женщины? Это мои подруги Валентина и Галина. Очень приятно. Давайте на экран посмотрим. Елена, 28 лет. Бывшая балерина. Сейчас генеральный директор детского клуба. Мечтает полететь на воздушном шаре и получить шестое образование. Елена, 8 лет, жила в гражданском браке. Родила двоих детей, но так и не дождалась предложения руки и сердца. Надеется, что Эрик будет более решительным. У вас двое детей, а почему расстались с их папой? Не было доверия к человеку полного. То есть с годами я поняла, что нельзя верить человеку. Не было взаимопонимания. Но двоих детей-то родили. Я пыталась сохранить и создать настоящую семью. А чего вам не хватало? Что он вас бил, колотил, изменял, бил? Нет, этого не было. Он не ставил в угол семьи... Сейчас. Лен, дайте руку. Как волнуется? Прелестно, прелестно. Хорошо, что волнуетесь. Я обожаю людей, которые волнуются. У вас горячее сердце. Потому что с холодным носом, когда сидят, это же скучно, неинтересно. Ой, ну сидит француз. Боже мой, мы не видели француза. Вы ставите. 76-й год на дворе. Ага, пусть он волнуется. Все? Спасибо. Так, Лен. Ну и что? Он чего не додавал-то в браке? Сейчас. Простите, простите. Вы прям честно скажите, как подругам жалуетесь на кухне? Хорошо. Он не видел во мне личность. Я хотела работать. Я хотела как личность в этой жизни состояться. То есть он всегда говорил, это не для тебя, ты это не умеешь, ты это не можешь. То есть он не давал ей заниматься, чем она хотела. А сейчас какая молодец? Детский клуб, директор, умница. А что у вас было после брака? Были еще какие-то отношения? Да, были, но все несерьезно. То есть потом последний год я вообще занимаюсь полностью работой, бизнесом, обеспечиваю. А кто с детьми помогает? Мама. Ой, смотрите, если так все получится, не страшно вам, нет, женщина с двумя детьми? Ну, сколько... Хотя европейцы к этому относятся гораздо легче, чем наши мужчины. Мне кажется, что это нет проблем. Да, нет проблем, это наоборот хорошо, правда? Да, сколько они лет. Девочке 7 лет, мальчику 4. Хорошо, без проблем. Ой-ка, вообще нет проблем, нет проблем, нет проблем, нет проблем. Двое детей, нет проблем. Вот я хотела спросить, а как себя вообще видите лет через 5? Через 5 лет, ну, одного ребенка я точно еще хочу, вот, двоих было бы хорошо. Вы пришли к молодому-то, 28 лет, у вас двое детей, вам надо мужчин постарше, пообеспеченнее. Господи, они ровесники. Ну, что ж на парня двоих детей вешать, а до тем более еще не своих, а иностранных. Как это иностранных? Он раз русский наполовину, вот пусть и отвечает за наших детей. Нет, нет. Иностранцы проще относятся к детям, то есть как-то наши сразу же такие воспринимают. Да потому что это материальная ответственность. Как обычно, да, они сами уже по себе, странно. Эрик, есть у вас какие-то вопросы, наверное, к Лене? Если у меня есть вопросы, ты готова жить во Франции? Если у нас все сложится, русская женщина, настоящая русская женщина за любимым мужчиной пойдет в огонь и в воду. Вот. Вы уже сходили один раз. Это хороший показатель, кстати, то, что сходила, значит, уже ясно, что... Да, только вот вдова всегда больше ценится. И тем не менее, тем не менее, 8 лет отдала мужчине, это значит... Единственное, что хорошо, дети есть, вот это слава богу. А опыта нет никакого. Ну почему? Зато есть огромное желание. А у меня огромное желание посмотреть на то, что вы приготовили для Эрика. Пойдемте. Эрик, это мой сюрприз. Это балетки. Так как у меня прошлое мое связано с балетным искусством, вот, я решила приготовить вам такой подарок и предлагаю вам их померить. Эрик, хотите, нет, такую экспириенцию? Давай попробуем. Чуть-чуть. Только чуть-чуть. Она еще и приколистка. Не важно, она так. Так. Встаете на правую ногу. Первая раба. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поклон. Раз. Раз. Два. Два. Спасибо большое. Спасибо тебе. Прелесть, прелесть, прелесть. Я в восхищении. В принципе, вы можете так и оставаться. Ну да, в принципе, я могу. Сначала она вас поставит на пальчики, потом на колени. Не боится? И на метро, это не важно. Ну, то, что вы проделали с молодым человеком, это было красиво. Вам понравилось. Очень. Спасибо, мне тоже. Можете пройти в твоей комнате. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, как. Вполне сильно. Лена, по-моему, ты ему очень понравилась. Да, особенно балетки просто были бесподобны. Эрик. Она мне нравится, потому что она очень эмоциональна, как вы видели. И это тоже очень я люблю. Вы знаете, что мне нравится вообще в западных мужчинах? Я еще раз повторяю, то, что для вас дети, наличие детей, это скорее плюс, чем минус. Вы посмотрите, в какой она форме, родив двоих детей. Она восхитительная, правда? Она зрелая, несмотря на то, что достаточно молодая. У нее есть опыт. Она точно сто раз подумает, прежде чем что-то сделать. Она постарается не совершать больше ошибок. Я думаю, что вам повезло, Эрик. У наших настоящих мужчин тоже плюс это дети. Тот, кто истинно понимает, в чем богатство в этой жизни. А богатство в детях. А он молодец, это тоже понимает. АПЛОДИСМЕНТЫ Мужская глупость тоже не имеет национальности, я так понимаю. Потому что, давайте считать, двое детей, невзрослых, маленьких, бизнес. Милый, когда на тебя время-то будет, а? Это сейчас он тут головой кивает, а потом будет это предъявлять претензии. Они молодые, им даже нет 30 лет. Даже, не парьтесь. Я могу сама свое время планировать из-за того, что я являюсь хозяйкой своего бизнеса, а не наемным работником. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасная, прекрасная девочка. Красотка. И несмотря на абсолютно дурацкий сюрприз, тот самый спокойный, выдержанный внешний типаж и внутренний, очень эмоциональный, который нужен вам. Но вот есть еще один момент, который меня в ней абсолютно подкупил. В гороскопе Елены Марс в знаке Девы. Ей нужен мужчина-дева, это для нее лучший вариант. Поэтому я считаю, что, конечно, женщина для вас. Лена! Лена! Нормально! А в Деву. Мария. А вот вы видели трех невест. И кого из них рекомендуете? Другу? На самом деле все три девушки очаровательны. У каждой свои достоинства талантливые. Прям видно, что талантливые. Энергичные все три. Ну, мне кажется, что первая Алена, она, ну, так скажем, у нее нет того опыта, может быть, и она, может быть, немного не усвоила тот опыт, который у нее был в жизни. Мне кажется, вместе с Эриком у них будет будущее, и они все догонят то, что она еще не догонит. И, к тому же, мне кажется, Эрику еще много чему есть учиться, и они вдвоем будут хорошей парой. Вот, она как раз говорит, ты подходишь к ней. И что вы скажете о девушке? Что? Это очень сложный выбор, потому что она все красивые, очень симпатичные. Ну, есть одна, один, который я люблю больше, чем другие. Я бы вам порекомендовала Елену, но почему-то мне кажется, что ее совершенно не смущает, что у нее двое детей, и мне кажется, она все-таки мечтает о каком-то другом принце, пусть вы даже и заморский. Хотя я бы вам рекомендовала Елену, но вот я не знаю, как она. Мне кажется, вы для нее, ну, еще мелковатый, молодой. Да, он для нее зеленый. И о том, ты думаешь? Пожалуйста, Эрик. Ну, во-первых, вы молодой, 27 лет, рано жениться. Во-вторых, француз, ну уж я не знаю, какие французы, но страсти вам, наверное, нужны. Поэтому любовь для вас, в общем-то, особенно в таком возрасте, должна быть со страсями. Женщина должна вас не только вдохновлять, но и все-таки, чтобы трепет вызывать. А если не будет вызывать, это дружба. Вот с Леной дружить будет. Зачем вам нужно? Зачем вам нужна женщина старше вас, двумя детьми, с полными... Ну, что ж тебе эти дети так дались? Пусть дети живут в России. Ну, ты-то выходила за молодого, с двумя детьми. А он не был этот французом. Катя. Слава тебе, Господи. Катюша, зажигайте, вы об молодые, а заженить бы там уж посмотреть. Катя, только Кать. Ну, Эрик, давай. У меня нет сомнений, что вам нужно выбрать Елену, потому что только она из трех девушек способна оценить такого мужчину, как вы. По-настоящему оценить. Она тот образ, который наибольше близок к вашему восприятию женщины. Но это только если вы собрались жениться. Если просто так, поматросить и бросить, то никого не советую. Если готовы жениться, тогда Елена. Слушайте свое сердце и идите туда, куда она вас позовет. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС с их номером по телефону 4-4. Мария, 37 лет, номер 1005. Бухгалтер. Занимается верховой ездой и дайвингом. Ищет аккуратного, порядочного, работящего и стройного мужчину. Александр, 59 лет, номер 1006. Актер. Мечтает о главной роли в блокбастере и возвращении на большой экран. Ищет хорошую хозяйку с собственной квартирой. Мы не знаем, выйдет Эрик один или сопровождение своей новой избранницы. Я приглашаю всех выйти и поддержать их. Пожалуйста. Сюда, ко мне подходите. Спасибо. Замечательные. Какие вы красивые. Привет, Елена. Здравствуйте. Пойдем. У нас есть пара, Эрик и Елена. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я Лариса Гузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Спасибо.